Приветствую вас! Давайте мы с вами разберём ваш вопрос, который вы задаёте, точнее тут у нас несколько вопросов, вот. Для начала хотелось бы конечно спросить, почему вы на прошлый свой вопрос не выбрали лучший ответ, да, не проконсультировали себя, проблемы есть, вот, то есть с какой целью вы задаёте похожий вопрос. Я довольно часто сталкиваюсь с людьми, которые оказываются в ситуации подобно вашей, и я могу с уверенностью сказать, что на две категории делятся люди, которые вот столкнулись даже не с изменой, как таковой, да, а с трудностями в отношениях к треугольникам Карпана. Вот, значит первая категория людей, это та категория, которая понимает, что происходят какие-то проблемы в отношениях, понимает, что происходят какие-то трудности в отношениях, ну что имеют место быть какие-то трудности. в отношениях, вот. И, соответственно, люди, понимая, что есть какие-то трудности, да, начинают, ну, что-то делать, да, то есть понимать, что есть проблемы, что проблемы нужно решать, вот, и, соответственно, они их стараются решить, ну, каждый по-своему, да, но решают. Есть и, надо сказать, другой тип людей, когда люди просто ничего не делают, пропочитают просто играть в игру, так называемую игру, психологическую, психологическую игру «Какой ужас?», вот. Ну, и, соответственно, ну, видимо, ждать чудо, вот, потому что, ну, по-другому это объяснить, объяснить достаточно сложно, почему люди остаются в некоторых степени пассивными, пассивными, вот. А, значит, что хочется ещё сказать? Что хочется ещё сказать? Ну, пожалуй, ещё хочется сказать, что ответ коллеги, Марины Голиковой является, ну, наверное, самым таким, значит, объёмным, самым качественным на мозге, да, вот. Ну, а, соответственно, что вы будете делать, да, дальше это уже решать вам, да? Вот. Дальше. Значит, вы пишите. Вы с супругом, мы с супругом месяца 11 лет, сейчас я беремен, у нас есть дочка, он 3 лет. Недавно я нашла у него в телефоне переписку с коллегой женщиной, по которой было ясно, что это более чем рабочие, более чем просто рабочие отношения. Далее вы описываете эту ситуацию, да, ну, в которой вы, как бы, разбираете эту сторону, эти его отношения. Вот. Вы знаете, здесь я хотел бы вам задать такой вопрос, который, мне кажется, уместен в данной ситуации, да? Вот. А, как так получилось, что вы нашли у него переписку? Почему вы нашли переписку? То есть, какой у вас был мотив искать его переписку? Для чего вам нужно было искать его переписку? Вот. А, с какой целью? Значит, что-то вас, видимо, насторожило в его отношении, что-то, мы видим, что-то, видимо, вас стало напрягать. Я так понимаю. Ну, поправьте меня, если я не брат, но мне пока кажется, что, видимо, какие-то предпосылки были, да, для этого. То есть, возможно, это предпосылки связаны с проблемами в ваших отношениях. Вот. Возможно, это какие-то ещё есть предпосылки, но то, что предпосылки есть, это были, точнее, это факт. Дальше. Значит. Так. Они наедине могли кушать на работе, после работы заходили вдвоем гулять, после прогулки мог приобнять, на прощение. Переписка с его слов немножко как раз писала, поскучилась на нос, взяла спокойной ночи. Говорит, что в реальном времени, как бы, целуев чего-то большего не было, с работы приходило очень поздно, но так и было это знакомство с ней. Значит, то, что вы описываете, очень похоже на то, что мужчине не хватает именно такого ощущения себя мужчиной. Вот. То есть, вот, такое у меня возникло чувство. Чувство. Вот. То есть, мужчина, в принципе, всем был доволен, да? К вам у него чувства, скорее всего, были и есть. Вот. Просто, вот он был неудовлетворен именно тем, что не чувствовал себя именно мужчина. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, да? Вот. Вот. Но, что указывает на это? Именно на это. А то ему просто не хватало чувства себя, ну, мужчины. С вами он муж, с вами он отец, с вами он, может быть, партнер по ведению хозяйства и всего прочего, а вот с ней он чувствовал себя мужчиной, что, собственно, его и привлекло. Дальше. Так. Своим телефоном не расстарался, если я просил его показать, мне его все-таки попустирался. Ну, здесь надо сказать, что довольно такая щекотливая тема, потому что объективно я не очень осведомлен, насколько, насколько у вас вообще принято брать с телефона, да, насколько у вас принято смотреть с телефона друг у друга, я имею ввиду. Вот. Потому что, как бы, почему-то вы у мужчины просили его телефон. Зачем? Для чего? Почему вы просили у него телефон? На каком основании, да, просили вы у него телефон? Непонятно. Вот. А почему-то он вам его не показывал, не показывал. А что раньше показывал, что когда-то было иначе, вот, когда-то было по-другому? Ну, если да, если когда-то было иначе, то, соответственно, смотреть нужно на то, что изменилось. Почему-то он показывал, показывал, да, а потом перестал. Так что, тут вряд ли, вряд ли это случилось просто так, вряд ли это случилось на ровном месте. Вот. Дальше. Значит, так. Он говорит, что это его личное пространство, в которое мне лезть не нужно. Ну, в общем-то и целом, он, в принципе, вполне может прав, как вы считаете? Может мужчина быть прав, что не давал вам телефон свой? К примеру. Или вы считаете, что должен? Опять же, если изначально у вас было принято телефоны показывать, да, и он показывал, а потом в какой-то момент перестал, то это одно. Если у вас изначально было не принято показывать телефоны, но вы, грубо говоря, начали у него просить, это совсем другая история. То есть, тут как бы вот, тут есть тонкости. Тут есть тонкости и, значит, которые нужно обязательно просмотреть. Потому что, ну, в данном случае, как вот вы преподаете, да, эту ситуацию, ну, получается так, что мужчина ведет себя очень подозрительно, хотя вы вроде бы и пытаетесь сохранить объективность. Дальше, значит, он сопротивлялся и говорил, что это мое личное, что это его личное пространство и мне в него лезть не нужно. Как вы к этому относились, да, как вы это восприняли, воспринимали и так далее. Дальше. Такие отношения с его слов у них продолжались около трех месяцев. В это время я меньше уделял ему внимание, легкости вообще не у нас поубавилось, особенно учитывая, что у меня был токсиков. Так, ну, здесь вы как бы, как бы, если я правильно вас понимаю, здесь вы, в общем, выставляете себя в сердцем положении, мол, у меня был, значит, токсикоз, да, а он, типа, там, с другой, да, в это время, там, ну, значит, проводил время, проводил время, значит, здесь вы, по сути, выражаете обиду, вот. Я, опять же, могу ошибаться, да, я, опять же, могу быть не прав, но мне почему-то кажется, что есть у вас какая-то обида здесь. Могу ошибаться, могу ошибаться. Вот. Обещаю обещаться, ну, в любом случае, наверное, не стоит, потому что, как бы, это вызывает у, вызвать, может вызвать у мужчины чувство вины, вот, а чувство вины, оно, в любом случае, да, ни к чему хорошему не приведет. Ну, вот, поэтому, что тут я вам просто, вот, рекомендую, не обижаться. То есть, если вы решили, да, если вы решили, что будете, будете, там, ну, если вы не ушли, вы не ушли, вот, сейчас, на данный момент, то не нужно, не нужно, не нужно, как бы, использовать тот, у вас был токсикоз, вот. Всегда вам было не сладко, вам было тяжело, но нужно понимать, что не каждый мужчина, да, он способен справиться с тяжелыми моментами. Значит, 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 какими-то, да, которые, которые, вот, происходят в жизни, если мужчина не справился, да, вот, то я его не обрадую, но вам желательно для себя определить свое отношение к нему. А то, получается, что вы, вроде бы, как с ним, но в то же время до конца его, как будто бы, не принимаете. Вот. Что... Несколько... Несколько... Деструктивно. По отношению ко мне он стал другим, говорил, что пропали чувства, если нам нужно больше отдыхать друг от друга, возможно, со вторым ребенком мы поторопились, но потом объяснился всем, что таким способом хотел спровоцировать меня на доступ, и осталось больше внимания и заботы, и давайте ему любить меня, а он и не кричал. Ну, вы знаете, я думаю, что это звучит, по крайней мере... Правдиво. Это звучит правдиво, в том смысле, что, действительно, может быть так, да, то есть, я не вижу, вот, смысла, вашему мужу, да, вас обманывать. Вот. То есть, мне, как бы, кажется, что обманывать вас, ему, ну, абсолютно нет никакого смысла, да, вот. И, поэтому, скорее всего, всё так, как он говорит. Вот. То есть, по-видимому, у мужчин ваш, он либо, чересчур эмоциональный, вот, чересчур эмоциональный, либо он много эмоций слишком держит в себе, а потом их, вот, они вырываются, ну, вот, в таком ключе. Вот. То есть, тут, опять же, индивидуальные особенности вашего мужа. На мой взгляд, да, имеет место быть. Ну, если он такой, то, ну, соответственно, это и вылиться может что-то. Дальше, значит, по отношению ко мне он стал другим. Так, значит, мужчины хотелось провоцировать. Ну, вот, провокация, да, то, что он хотел вас провоцировать, это свидетельствует о том, что между вами не было доверия. Вот. То есть, я вас не обвиняю сейчас, не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю. Вот. Я вас не обвиняю. Ну, просто, эм, тот факт, что человек не сказал вам прямо, что ему нужно, говорит о том, что вы, эээ, с друг другом. Ну, если и, эээ, наладили какое-то взаимодействие, да, если вы друг с другом и наладили какое-то общение, что это общение, ну, оно было, ээ, условным, весьма, весьма. Вот. Дальше, так. Так. У нас были разговоры на эту тему, на какую? Мы решили, что будем больше стараться наладить наши отношения, я стал лучше к нему относиться. А, эээ, а лучше вы стали, ну, к нему относиться, эээ, это, как лучше. То есть, я не то, чтобы вам не верю, а, ээ, просто хотелось бы, эээ, пояснение, пояснение некоторого. Лучше это как? Что вы подразумеваете, да, под, под, эээ, лучшим отношением? А что вам до этого начало к нему лучше относиться? А работали ли вы над, эээ, проблемами, которые привели к этому, к тому, что вы стали к нему хуже относиться? Ну, вот. То есть, ага, как бы, эээ, раньше вы относились к нему хорошо, потом стали, стали, эээ, стали относиться, эээ, хуже. Теперь, эээ, получается, опять, да? Ну, вот. То есть, ну, на мой взгляд, это, эээ, ну, это неопределенность, по сути дела. Вот. И безответственность, эээ, по отношению к своим эмоциям, по отношению к своим чувствам и по отношению к чувствам другого человека. Вот. Дальше. Такая ситуация, так, я звонил ей, она рассказывает примерно то же самое, что и он, что у них ничего не было, если бы мужчина хотел, он был бы понастойчивый. Зачем звонили, с какой цель? Будь то, как она ожидает прибитку, у нас было много разговоров, он говорит, что между ними ничего не было, кроме флиста в общине, что она ему даже не симпатична, никаких намерений в отношении у него не было. Ну, опять же, опять же, здесь, я полагаю, есть, конечно, изрядная доля руководства, тут я согласен с коллегой, да? Потому что, ну, вряд ли, мужчина, он стал бы делать что-то, что-то, если бы совсем, она была бы ему не симпатична, вряд ли он стал бы что-то делать. Вот. С другой стороны, я думаю, у меня, опять же, такое ощущение, что мужчина искренне верит в то, что он говорит, то есть, что он верит в то, что она действительно для него особо ничего не значит, потому что, ну, в сравнении с вами, да, особо и чувств у него к ней нет. Мужчина просто использовал для своих целей, причем, цели тут, ну, достаточно такие, я бы сказал, деликатные, деликатные цели. Вот. Вот. Поэтому, отсюда он и говорит, что ничего к ней не чувствует. Вот. Дальше, эм, так, он признает свою ошибку, он просто прощение клянет, ничего больше не повторится. Вы знаете, Елена, я бы не сказал, что ваш муж совершил именно ошибку, я бы не сказал, что у него это ошибка. Я бы сказал, что это чёткое поведение, прямо вытекающее из неудовлетворенности. Вот. Понимаете, какая история, что это не ошибка, как таковая. И, понимаете, ошибка это что-то случайное, это что-то достатное, здесь это не ошибка, здесь это целенаправленное поведение, да, здесь это целенаправленные поступки, нацелены на удовлетворение своих желаний. Вот. Понимаете? И, кстати, ошибка это, ну, как минимум, значит, обесценивать то, что чувствует и хочет ваш муж. Вот. То есть нельзя ему позволять думать, что это ошибка, но и вам тоже нельзя верить, что это ошибка. Вот. Именно так. Но только без обвиняющего, да, аспекта нужно считать и воспринимать это. Без обвиняющего аспекта, просто чтобы вы не позволили убедить себя в том, что это ошибка. Это не ошибка. Ну, он это говорит, да, он говорит, что это ошибка, чтобы вы, может быть, успокоились, чтобы вы не переживали, но на самом деле, да, это, это все-таки довольно серьезная, довольно серьезная ситуация. Вот. И, как бы, это не ошибка. Вот. Опять же, здесь чувство вины, здесь чувство вины у человека. Вот. А на чувство вины, как бы, далеко не уедешь. Общение с ним преградило. Сказалось, что я осмыслил много жизни после этой ситуации, что теперь стал больше стынить семью, стал вовремя прекратить работать, старается больше времени проводить с ней, помогать мне во всем. Ну, опять же, да, здесь, как бы, из чувства вины это он делает, в том числе, из чувства вины. Вот. И я, ну, не думаю, я не думаю, что это хорошо. То есть я не думаю, что мужчина, к примеру, да, он такого заслуживает. Мне кажется, что, если он это для вас делает, да, то пусть он делает это, потому что хочет, там, потому что ему этого хочется, хочется, потому что он считает это правильным, он считает это классным, он считает это здорово, вот. А он не так вот, что из чувства вины. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация, она вот такая, да. Вот. Значит, ну что. Предвосвещая ваш вопрос, хочется сказать следующее. Ага. Значит, иногда человеку для того, чтобы понять какие-то вещи, да, нужно достичь определенной крайности. Вот. Вот. То есть, достичь своей границы, достичь, достичь своей, своей границы. Вот. Иногда. Иногда даже человеку это необходимо. Вот. Вот. И очень похоже на то, что ваш муж, он, собственно, именно это и сделал. Вот. То есть, он был с вами в отношениях достаточно продолжительное количество времени. Вот. Ему не то, что бы надоело, просто, ну, он вот стал немножко стягоститься, да, и ему захотелось попробовать что-то другое. Вот. Вот, он попробовал, он понял, что это, условно говоря, не его, он понял, что это ему не по душе, и, соответственно, решил, что больше так и так поступать не будет. То есть человеку нужно испытывать такие вот потрясения иногда. И это нормально, что человек испытывает такие потрясения. Вот, поэтому воспринимать нужно данную историю как опыт для вашего мужа. То есть чувство-чувство, да, но бывают трудные моменты, бывают какие-то кризисы. Вот, чего только не бывает на самом деле. Вот, и в общем, мужчина просто попробовал, понял, что ему не нравится. Вот, и теперь уже точно знает, чего он хочет, что ему нужно. Вот, то есть я предлагаю вам посмотреть на это вот с такой точки зрения. Я предлагаю вам мыслить именно в таком направлении, да, потому что, ну, эта позиция для вас, она наиболее выгодная. Вот, хотя, конечно, решается, безусловно, вам. Стоит ли вообще верить ему, потому что верить тому, что он сейчас говорит, и лучше прекратить такие отношения? Ну, понимаете, как? Так, если вы верите себе, если вы верите в себя, то ему верить тоже можно. То есть мы вам не скажем, стоит ли верить ему или нет, потому что мы не находимся в этой ситуации, мы эту ситуацию не знаем. В этой ситуации находитесь вы, соответственно, вам в этой ситуации и решать, вам принимать решение нужно. Вот, на нас, в данном случае, перескладывать ответственность до, ну, на самом деле, не лучших вариантов, потому что это ваша жизнь и вам, как бы, ее ждать. Вот, если вы не верите, то вы не верите себе, то есть вы не доверяете себе. Это понятно, что вы не доверяете себе, вы беременны, у вас ребенок, вы чувствуете себя, возможно, уязвимой. Вот, но, опять же, по факту, это ничего не меняет, потому что, потому что, как бы, если так, то родите ребенка и дальше уже будете думать. То есть вот этот вот уязвимый период, спрашивайте, я думаю, что все равно, пока вы не родите, отношения прекращаются не имеет смысла. Может ли, в принципе, мужчина увлечься другую женщину без симпатии к ней, как сейчас он все это мне преподносит? Эм, нет, не может, но я думаю, что мужчина не преследует цель вас обмануть. А я думаю, что мужчина серьезно считает, серьезно считает, что все так обстоит, как он говорит, потому что симпатия для него, это не то, что вы под ней понимаете. И вот эта разница в понятиях, она должна быть учтена при анализе данной ситуации. Ага, дальше, или все похожее на то, что у них было больше, чем просто общения, нет, но у них было совершенно очевидно, что больше, чем просто общения. Другое дело, что, скорее всего, это было самоцелью, но это не было, не было изменой. С другой стороны, измена, а что если измена, да, все зависит от того, какие чувства вы испытываете к партнеру. Вот вы сейчас за его такую вольность готовы его ничевать, да, готовые отношения прекращать и так далее. А стоит ли, стоит ли из-за этого, понимаете? Вот. Возможно ли еще наладить отношения? Да, возможно, если вы будете работать над своими отношениями, да, возможно, возможно. Простить до сих пор не могу. Простить вы до сих пор не можете, собственно, потому что, во-первых, вы боитесь, во-вторых, вы не можете принять. То есть это не принять. Вот. Ага. Я думаю, что, по-видимому, вы, возможно, свою обиду мужчине не выразили адекватно до конца. Вот. То есть именно до конца своей обиды вы мужчине не выразили, а сделать это необходимо. Обиды и ожидания, прям все это нужно выразить. И мужчине, соответственно, тоже нужно это же самое сделать. Вот. А дальше решите, способны ли вы продолжать отношения, не оглядываясь на это, и определите, что именно вас так сильно зацепило. Что именно? Ага. Если вообще, возможно, сохранить семью после такой ситуации, то как можно мне отпустить эту ситуацию из своих постоянных мыслей? Нужно понять значение этой ситуации для вас и какие мысли она, эта ситуация запустила. Вот. То есть что происходит у вас сейчас? Чего вы боитесь? О чем думаете? В чем сомневаетесь? Как изменилось ваше восприятие себя? Как изменилось ваше восприятие вашего мужа? У меня есть мысли, так сказать, уравнять наше положение. Сделать что-то подобное может мне станет проще. Нет, не станет. Месть никому не делала. Никому ничего хорошего не делала. Месть вместите вы только себе на самом деле. Да и дашь на дашь, око за око, это скорее эскалация конфликта, эскалация насилия, но ни в коем случае, эскалация негатива, но ни в коем случае не его разрешение. То, что вы хотите себя уравнять, ну, мне кажется, вот именно здесь вы позволяете себе, именно себе, выразить свои эмоции, наконец. И сказать, что вот я чувствую себя, как бы, ну, я чувствую себя униженно, я чувствую себя в менее выгодной позиции. Вот. А почему вы сравниваете эти позиции? Как, как можно эти позиции сравнивать? Две позиции вот эти, как можно их сравнить? Это, вообще, эм, для меня это загадка. Потому что, как бы, ваши позиции, да, никак не меняются. То есть, вы не стали хуже или лучше от того, что вам мужчина, эм, ну, там, что там с кем-то общался. Но то, что вы так подумали, это говорит о том, что вы, вероятно, ну, может быть, в себе не уверены, может быть, может быть, еще что-то. Вот. Вот. У вас. Потому что никакого равенства в положениях нет. Абсолютно. Равенство, ээ, равенство в положениях, да, уравнение его, как вы говорите, есть только у вас в сознании. И у этого, да, у этого, я полагаю, есть причины. Вот это искаженное представление о мире, искаженное представление о, ээ, самой себе, и искаженное представление об отношениях. Вот. Вот так. Вот такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, эм, пишите в личку, буду рад помочь. Ээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, э, удачи, и оценивайте, пожалуйста, труды специалистов, людей, в том числе и я, э, тратят свое время, профессиональные знания, э, силы. Вот. Так что, пожалуйста, не оставляйте наш труд без, без внимания. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...